Ну, наконец-то я решил в прямом эфире подарить Ане такие цветы, потому что действительно заслужил за те месяцы, что мы вместе работаем. Напомню, что сегодня у нас тема эфира «День осеннего букета» и приход осени — это отличный повод обновить интерьер под статьи сезона. Да, с помощью теплых красок и причудливого природного декора, декора можно создать уютную и приятную атмосферу в доме. Сегодня мы узнаем, как собрать осенний букет и можно ли его разместить в доме. У нас в студии замечательная Светлана Водопьянова, флорист-декоратор. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Именно она, между прочим, принесла на букет, а ты все-таки еще так и не собралась. Не получилось провести. Да, я знаю прекрасно. Итак, Светлана, расскажите, пожалуйста, что нам понадобится, чтобы собрать тот самый осенний букет? Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, для начала нужно хорошее настроение. Обязательно. Для того, чтобы создать что-либо прекрасное, нужно обязательно настроиться на это. Для этого нам необходимо, но это чисто настрой, а по факту нам нужны какие-то элементы для создания чего-то. Какие же? Вот, какие. Вот именно если мы о осени говорим, то у вас, собственно говоря, уже приготовлено что-то. Заготовка есть. Заготовка, она в шляпной коробочке. Это сейчас актуально. Да, да. Вот. В нее, значит, мы располагаем биофлор. Это флористическая губка. Она увлажненная, что позволяет цветочкам, листочкам долго существовать. Быть в тонусе, так скажем. Быть в тонусе продолжительное время. Вот. Сюда, значит, мы уже сформировали композицию из листьев, то есть осенние листочки, как вы видите, да, зеленые, желтые, очень приятные, лимонного оттеночка. И в них сейчас мы будем добавлять цветочки, да? Добавлять, добавлять цветы. Красота. О, так можно. Ничего себе. А вот, кстати, пока мы добавляем, я хотела у вас спросить про цветовую гамму вообще осенью. Осеннюю, да. Да, мне кажется, те цвета, которые мы привыкли обозначать осенью, это красный, оранжевый. Желтый. Желтый, да. Это вся палитра, вся палитра яркая, которую мы можем увидеть осенью везде, да? И на клумбах, и в садах у наших садоводов, и в магазинах, естественно, да, в цветочных. В общем, в лесах, в полях, везде, где только можно, где растут растения, любые растения, которые вам нравятся, вы можете просто срезать, взять, сорвать и состроить себе, да, тем самым создать себе осеннее настроение. Такое теплое, не дождливое просто, а теплое именно настроение, чтобы было хорошо. А вот у меня вопрос, Аня, если можно, все-таки вот главное, наверное, в букете это композиция, Светлана, правильно? А как вот ее все-таки соблюсти, сделать такую, чтобы всем понравилось, и особенно нам? Вы знаете, ну я думаю, вам все понравится, потому что вы уже позитивные. Дима у нас эксперт, он сейчас начнет вот позитивно. Знаете, вообще сейчас тенденция флористики, свободный полет, то есть что это такое, как захотел, как тебе нравится, как ты чувствуешь. Я вот, Дим, тебе составила, смотри, какой букетик. Как ты чувствуешь, да, то есть натуральность, натуральность, вот именно сейчас это очень важно, это приветствуется, воздушность, легкость, вот это и нас создает вот то самое настроение, которое нам необходимо, например, в такую погоду, как сегодня. Ну то есть каких-то правил таких нет, да, то есть прям тезисных, чтобы вот... Я думаю, что нет. Есть, конечно, какие-то основные правила флористики, которые... Соблюдать. Да, соблюдать. Но, тем не менее, ничего сложного в данном случае вот для любого человека, который захочет это сделать... Надо себе доверять, в общем. Да, да, посмотрите, какая она у нас получается легкая, воздушная. Ой, там яблоко еще. А как сохранить этот букет? Ну, понятное дело, что вот та губочка помогает, да, и туда надо будет подливать, наверное, воды немного. А, например, если мы его хотим засушить, и чтобы он был вот такой же красивый и радовал нас, например... Прекрасно. Вот в таком виде, вот в таком виде, даже если композиция высохнет, она не утратит свои прелести. Ух ты! И можно всю осень радовать. В интернете можно, да, да, и не только осень, можно ее и на зиму оставить. Отлично. Вот какие букеты надо делать. Вот это красота. А если вы вдруг проголодались, и у вас дома нет ничего поесть, то в этом букете есть яблоко. Побольше овощей и фруктов кладите в свои букеты, и все будет хорошо. Да, да, да. Ну что же, по-моему, наш букетик готов, красив. У вас здесь еще ленточки, вы хотели еще что-то лентами украсить? Да, букеты, 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 композиции можно украшать всевозможными лентами. Их можно, как, оформить коробочку, коробочку вот так вот, да, либо можно просто их хаотично скрутить. Слушайте, а это ведь еще и подарок такой классный, да, например, у человека, если осенью день рождения, а ты вот уже и бантик вот такой сделал, и туда можешь открытку еще. Вы знаете, ребят, можно своими руками создать такую вот красоту, причем это несложно, это доступно каждому. И вместе с этой композицией подарить человеку именно свою энергетику положительную, позитивную, вместе с этой композицией. Поэтому, ну вот, как-то так. Слушайте, ну, по-моему, очень замечательно. Спасибо вам огромное за ваше осеннее, такое радужное, теплое настроение. Мы напомним, что у нас сегодня в гостях Светлана Водопьянова, Флорис, декоратор. Светлана подарила нам секата, чтобы мы тренировались в букетах, и все было у нас хорошо. Все, и композиции получались красивыми. Цветы любит, пожалуй, вся прекрасная половина человечества. А ведь почему? Ведь у женщин-то у нас много общего с цветами, они красивые, они так же вкусно пахнут и наполняют душу радостью. Но иногда девушки все-таки грустят, ведь на лице появляются морщины. Это я должна сейчас говорить, да? Седые волосы, ну, в общем, и так далее. Как же, Ань, спокойно, как же не допустить раннего старения, расскажем в следующем сюжете. Субтитры сделал DimaTorzok